МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 градусов. Днем 26, 31. Ночью в горах местами от 3 до 8 тепла. Днем потеплее до 21. В Черкесске переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14, 16 градусов. Днем суббик термометра поднимется до отметки плюс 31. В День Республики и День Города почетным званием заслуженный работник физической культуры Карачаева-Черкесии наградили именитого спортсмена, директора спортивной школы Прикубанского района, судью международной категории, судью всероссийской категории Арсена Чекунова. О том, как стимулирует очередное звание, о своих перспективных воспитанниках и планах на будущее. В эти минуты в нашей студии Арсен расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Арсен. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, я сразу хочу поздравить вас с тем, что ко всем вашим званиям присоединилось еще одно звание. Вы заслуженный работник физической культуры Карачаева-Черкесии. Я вас поздравляю. Спасибо большое. 20 лет вы на тренерской работе. 14 из них вы директором. Ну, понятно, что у вас очень загруженная работа, все. Но вот это звание, оно вас будет стимулировать к чему-то новому? Ну, конечно. Тем более, это одно из высоких званий в сфере физической культуры спорта в нашей республике. И отрад на то, что я получил это звание именно в день празднования Дней Республики и 195-летия города Черкеска. Арсен, скажите, вот за столько лет я знаю, что вы воспитали не одно поколение хороших, перспективных, талантливых ребят. Сейчас поименно вы можете кого-то назвать, кто вот принес вам наибольшую радость? С кем вот работа была в радость? Ну, все ученики, они разные, по сути. Но одно из таких первых побед и первых значимых результатов у нас было в 2003 году. Воспитание Гельбрус Джанкиоза выиграл первенство России. Да, я помню. И этот результат для нашего района, где вообще практически не было бокса, и для маленького Силатанлык это был значимый результат. Ну, конечно, после него еще были ребята. Но это, наверное, скорее всего такая... Самая запомнившаяся... Ну да, победитель первенства России. То есть у нас не было, не то чтобы в районе, в республике тогда было мало. И как в этот период бокс такой набирал обороты. И вот, ну, самая такая первая победа у нас была вот эта именно. Арсен, а почему вот вы выбрали бокс? Мухаммед Али, ну, вообще у нас ребята в Карачаево-Черкесе, они больше как-то... Да, бокс, конечно, присутствует. Зюдо, самбо, борьба. Почему бокс? Вы знаете, как-то, ну, не могу сказать, что какой-то у меня кумир был, что именно сподвигло, чтобы заниматься боксом. Я поступил в институт Карачаево-Черкеский государственный педагогический университет в 95-м году. И у меня друзья, которые со мной вместе поступили туда, там начали заниматься боксом. И как-то пригласили меня. Понравилось. Да, и вот с тех пор я... Хочу у вас спросить. Вы судья, вы тренер, вы боксер, вы директор спортивной школы. А в душе вам что больше нравится? Честно сказать, наверное, деятельность тренера, потому что там находишься какое-то душевное, какое-то, я не знаю, успокоение после такого тяжелого рабочего дня бывает. Да, организационные моменты. Да. И когда видишь результаты своих подопечных, когда они, допустим, выигрывают какие-то соревнования, когда они радуются, это как-то, знаю, сподвигает больше еще работать. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю новых побед, новых званий, новых прекрасных ребят. И чтобы ваша работа по-прежнему вам приносила удовлетворение. Спасибо вам. Вам спасибо большое. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14.30 с ведущим Ашемезом Пхешховым. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк.